Слушание по делу Асхата Абишева продолжается. Судебный процесс, который начался еще весной 2011 года, продолжается по сей день. Сегодня состоялось очередное слушание. Асхату Абишеву и его соучастникам предъявили обвинение сразу по трем статьям. Окончательный вердикт суд присяжных вынести так и не смог. Напомним, полтора года назад Абишева обвинили в незаконном хранении оружия и героина, а также в угоне автомобиля. Подозреваемый же утверждает, что улики ему подкинули сотрудники правоохранительных органов. 28 апреля 2011 года днем Асхата Абишева задержали убоповцы и изъяли у него пистолет ТТ и героин весом чуть больше грамма. А чуть позже ему предъявили обвинение в организации разбойного нападения с целью завладения автомобилем. С тех самых пор Асхат Абишев и его супруга Зауре, войдя в зал судебного заседания, надеются, что он для него будет последним. Дети каждый день спрашивают и ждут, что их отец принесет для них игрушки, говорит Зауре Абишева. Очень трудно, двое детей, старшему три, младше четыре месяца, квартира съемная, родители помогают, на работе стараюсь. Ну, в общем, я думаю, что должно быть все нормально. Главное, чтобы отец был рядом с детьми, вот это самое важное, чтобы мои дети росли с отцом. Папа придет, папа мне машину купит, папа придет, папа мне сникерс купит, папа приедет, папа топит, папа десяток. Разобраться в деле не удается никому. На сегодняшний день дело еще больше запуталось, говорят защитники подозреваемых. Словом, каждый говорит по-своему. 11 марта прошлого года у подозреваемого Казимира Сапаралиева было изъято вещественное доказательство – сотовый телефон. При исследовании его было установлено, что данный телефон должностное лицо ДВД области использовал в личных целях. – Алло. – Алло, здравствуйте. – Алло. – Алло, здравствуйте. – Здравствуйте. – Здравствуйте. – Это Костей Маматиминов, да? – Да. – А Алика можно услышать? – Да, кто спрашивает. – Расскажите, кто кого еще услышит. – Вы знаете, он в поликлинике сидел на работе, но он еще не приезжал. – А, понятно. – Специальное здание, спецобъект, который охраняется. И у него в кабинете, когда он уходит, он опечатывает дверь, закрывает ее. Он на столе по инструкции, он не обязан ничего оставлять. Следовательно, уходя с работы, он все помещает в сейф. Мы все это прекрасно знаем. А тут он утром приходит, и получается, что значит, кто-то имеет доступ в его кабинет, что ли? Режимный кабинет, извините меня. Это совсем не довод, это наоборот вызывает уже сомнения. Дело по отношению Асхата Абишева, которому предъявляют обвинения сразу по трем статьям, еще не закрыто. В ближайшее время пройдут очередные слушания. Будет ли вынесено конкретное решение, на этот вопрос никто ответа не имеет. Миром Гульсал Кимбаева, Боржан Алипов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.